Суча захотел проверить новую модель Чайзера на Цукубе, и к сведению, у него есть старая модель. Круто выглядит, зачетный аппарат, вроде не распил. У меня у жены Чайзер есть, только не Вэшка, такое же шасси. Сзади немножко похож на Хонда Легенд. Четкий аппарат. Капот мне очень нравится, такой здоровый. Тойота вообще зачетный, молодцы, могет. Фары как у Бэхи, Тойота меня, наверное, не простит. Крутой аппарат, это понятно, но в первую очередь это легенда. Колесная база такая же, как у старого Чайника. Почему не поменялась? Наверное, не хотели быть как Ниссан. Не стали снимать хорошую базу с линии. Вообще, старый турик у меня есть, и он хорош. Поэтому хорошие вещи нет необходимости менять. И давайте посмотрим на впечатление от езды. И, кстати, машина на пятиступной палке. Движок валит норм. Вроде бы чувствуется, как раздувается турбина, но и движок сам по себе тоже едет нормально. О, колеса в букс не уходят. Это значит, трекшн контрол включен. Да, он включен. Набираю скорость, выворачиваю руль до конца, и тут срабатывает ТРС. О, да, он срабатывает. Довольно сильно мешает уйти в занос. Это недостаточная поворачиваемость. Вырублю-ка я ТРС. И еще кондер заодно вырублю. После того, как я вырубил кондер и ТРС, турик стал валить пожестче. Сейчас Вэшка покажет свою настоящую сущность. Первый раз встречаюсь с таким большим люфтом руля у Чайзера. Возможно, это из-за покрышек. В плане управляемости машина хорошая. Только хотелось бы более информативный руль. А то как-то... Такое управление возможно за шин? А ну-ка посмотрим, как она едет боком. Да что такое? Я сейчас попробовал подрифти Дед Данлопа, однако... Эх, пока сильно на ней не постараешься, то боком не поедешь. А я думаю, ты вроде нормально наваливаешь. Крутящий момент. Выдает достаточный. Но все равно в занос нормально уйти не могу. На этом седане так не подрифтеть. Если сравнивать с предыдущей моделью Чайзер Турер Ви, старой моделью. Она была популярна среди отмороженных ребят. Касательно новой модели... Касательно новой модели... Возможно, будет сложновато. Не пойму, это из-за шин? Либо из-за того, что задняя подвеска заваливается, и передок становится легким, и он так себя ведет? Вместе ухода в занос, нажимаешь на газ, и машина уходит вперед. Такого не было на старой модели. Видимо, на новой модели другой ход подвески, либо просто необходимы хорошие покрышки. Касательно азарта при вождении... Внешний вид стал лучше, но азарта стало меньше. Так сказать. Да ладно, это все же седан. Не обязательно на нем по треку гонять. Для седана выглядит он круто. И салон просторный, и красивый. Он очень практичный. И функциональность приборов хорошая. Ведь мы об этом говорим, правда? Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.